Провести каникулы интересно и с пользой можно не только в летнем лагере. Многие школьники сами придумывают себе занятия по душе. Одни воплощают в реальность оригинальные дизайнерские задумки, другие создают уникальные виды транспорта. О тех, у кого каникулярное время не проходит впустую, рассказывает Александр Хлонцов. Розарий, три искусственных водоема, здесь же маленький мостик, выложенные тропинки и просто несчетное количество разных цветов и декоративных кустарников. Двор семьи Пчеляковых напоминает райский уголок. Создатель этого чудного места Сергей. Школьные каникулы для него – возможность воплотить свои идеи в жизнь и сделать мир вокруг красочнее. Вот за этим мы ездили на Волгу, вот такие водные, рядом с прудом, которые растут, к нам ездили. Все это Сергею Пчелякову удалось вырастить за пять лет. Увлечению сына родители только рады. Говорят, интерес к растениям он начал проявлять с детства. Теперь, окончив 11 классов, собирается поступать на отделение ландшафтного дизайна. Его не надо заставлять. Его заставлять не надо. Он сразу все видит, где-то чего-то, какой-то цветок надо подрезать, какой-то камешек с места на место переложить. И вот так вот окучиваем лунку. А вот как раз здесь и прививают любовь к работе на земле. Ранним июльским утром на пришкольном участке в селе Елшанка Воскресенского района вовсю кипит работа. Под руководством учителя Сергея Аникина школьники с пользой проводят время. Лучше на улице. Здесь все мои друзья. С ним интереснее. А эти мальчишки все лето не расстаются со своим двухколесным другом. У восьмиклассников Елшанской школы мотоциклы и скутеры есть почти у каждого. На большую популярность на мототехнику сразу отреагировали в местной школе и создали специальные курсы по вождению. Таких в районе больше нет. Если тогда было востребовано направление малогабаритной сельскохозяйственной техникой, было одно. Сейчас этого нет. Что востребовано? А в дальнейшем еще. Мы планируем даже кружок юных водителей, юных судоводителей. Возраст такой у детей подростковый. Они очень часто переоценивают свои возможности. И поэтому нередко случается ДТП на дорогах. А занимаясь в таких кружках, они не только учатся вождению на мопедах, но и ремонтируют их, изучают правила дорожного движения. Поэтому пока наши дети занимаются в таких кружках, мы, в общем-то, спокойны. А вот этот мотовелосипед – гордость школьников. Его они собрали сами. Теперь самодельный транспорт стал учебным пособием для мальчишек младших классов. Кстати, недавно изобретение юршанских умельцев высоко оценили на международном конкурсе научного творчества молодежи. Были в шестом классе, и старшеклассники катались на этом. А нам тоже захотелось, и вот собрались. Не остаются без дела в разгар летних каникул и городские школьники. Многие стараются даже подработать. Девятиклассник Артём устроился на лето в компанию по созданию и продаже компьютерных программ. Дома, как известно, делать, естественно, нечего. Просто сидеть и смотреть телевизор – это ни к чему. Я пришел больше получить пользы и получить хоть немного образования, которое я не получаю в школе, например, на тех же уроках информатики. Многие идут с удовольствием, особенно жители села, где нужна поддержка своим родителям. Трудятся ребятишки на разных совершенно предприятиях, большой акцент делается на социально значимых объектах. Приводят в порядок свои же стадионы, площадки, дворы. По словам работников Министерства занятости, труда и миграции, в летний период времени, желающих временно поработать, увеличивается. В этом году трудоустроено уже около 7 тысяч подростков. И самое главное, что возможность такая есть. Было бы только желание. Александр Хлынцов, Анастасия Синичкина, Кирилл Логинов, Вести, Саратов.